Ну что, друзья, давайте еще раз я поздороваюсь, поздороваюсь, поприветствую вас с удовольствием, это делаю каждый раз. Добрый день, мы продолжаем наш эфир, сейчас время бизнес-класса, сегодня замечательная тема, замечательный гость. Ну, как правило, у нас это случается, а тем более сегодня пятница еще, да, тоже. Плошные удовольствия. Итак, представляю гостя, Павел Кочкин, эксперт по стратегическому HR-консалтингу. Павел, добрый день. День добрый, Олег. Не совсем понятно мне, по крайней мере, что такое HR-консалтинг, тем более стратегический, ну, это я притворяюсь, но, тем не менее, для затравочки, да, мы начнем с этого. Ты, естественно, об этом более подробно расскажешь. И тема, которую я сейчас озвучу, тема сегодняшнего эфира, новая жизнь с нового года, как найти свое предназначение и что на него влияет. Тема, конечно, глобальная. Об этом тоже мы сегодня поговорим. Уважаемые слушатели, вы можете присоединиться к нашему эфиру. Для этого есть телефон студии 6510996, код города 495. Также есть сайт компании finam.fm. Звоните, пишите, задавайте Павлу свои вопросы или комментируйте, собственно, все, что мы сегодня в эфире будем произносить. Я должен это сразу же, извини, озвучу информацию, которая у меня есть. Павел, во-первых, учился в Гарварде, это раз. Он общался с Далай-Ламой, это два. Боже мой. Ну и тут нужно долго продолжать. Ну, несмотря на все эти волшебные новости, давай начнем. Что такое HR-консалтинг и тем более, как он выглядит, если говорим о стратегическом. Хорошо. Ну, для того, чтобы понять вообще, куда применима эта позиция, HR, раскроем это как человеческий ресурс. Проще всего будет это на примерах... А, кстати, буквально переводится именно так, да, HR? Да, да, human resource, человеческий ресурс. То есть я, по большому счету, просто занят человеческим ресурсом. Причем, как выяснилось, уже очень давно, еще начиная с психфака МГУ, с возраста там 16 лет, 15, когда ходил туда в школу юного психолога. Так вот, чтобы было понятно, о чем речь вообще человеческий ресурс, мы можем проиллюстрировать это на примере. Слава богу, среди наших радиослушателей таких людей нет. Ну, где-то там вот сейчас за горами представим себе человека, который на работу утром по будильнику встает примерно следующим образом. Вот звонит его в будильник такой. Э-э-э-э-э. И в этот момент он внутри себя понимает, я так хочу на работу. Мне прямо сейчас надо взлететь, и я должен идти. Мне так надо. И в этот момент рука натягивает на себя одеяло, а второй голос говорит, нет, нет, пожалуйста, можно я выкину этот будильник в окно? Ну, ну, или хотя бы еще пять минут. Пять минут. И в этот момент он нажимает на заветную кнопку, которая позволяет еще пять минут полежать, и наступает короткий момент счастья. Счастье и удовольствие от того, что еще пять минут точно можно полежать. И длится этот короткий момент не пять минут уже. Иногда, да. Как показывает практика. Конечно, да. Потом уже второй раз нажать третий. И, слава богу, среди наших слушателей таких людей нет. И обычно процесс вставания выглядит так. Одеяло подлетает вверх, висит в воздухе. Пока оно висело, человек выстреливает. И думает, о боже, почему я спал? Я же пропускаю свое любимое дело. Я же побежал скорее уже делать. Я проспал еще несколько часов. Наконец-то утро. Наконец-то утро, боже мой. Да, наконец-то утро. Как я мечтал об этом. Да, и любимый день у них, конечно же, понедельник с утра, когда наконец-таки можно полноценно включиться в работу. Извини. Да, это очень забавно прозвучало. Так вот, момент. Пятницу очень не любят. Не любят выходные, праздники. А вот те, которые за горами, вот те, которые, ну, хорошо, что нет таких среди наших радиослушателей, они, например, приходят на работу, затащив себя туда с трудом, а после этого есть такой славный период, когда наливаешь чашку кофе или чай, и жизнь как-то становится чуть лучше. А обед вообще очень хорошо. Обед — это сладкий момент в жизни, прям приятный. И как-то между этими моментами, между кофем и обедом, надо немного скоротать время, потому что вот-вот пятница, как сегодня, пятница вечера, наконец-таки выходные, вот она жизнь, вот он момент. Вот и лучшие моменты в жизни — это, конечно, праздники. А всё это, собственно, ради отпуска. Ради отпуска, когда, собственно, можно пожить. Вот. И это состояние, оно вот, ну, там за горами свойственно людям. Вот. Хорошо, что наши радиослушатели не имеют к этому никакого отношения. И я вот теми, которые, ну, встают как-то не очень, да, и глаза, которых горят, не так ярко, сейчас регулярно занимаюсь. Регулярно занимаюсь, и это касается, в первую очередь, конкретных людей. Вот берём конкретно Олега, например. Да, и смотрим ему в глаза и спрашиваем. Олег, ты вот с удовольствием делаешь то, что ты делаешь? Вот сидишь сейчас напротив, да, в студии, общаешься с экспертами. С удовольствием ли ты сегодня утром вставал для того, чтобы сюда прийти? Готов ли ты с отпуска бегом сюда вернуться, когда здесь есть новое интересное событие? Насколько это твоё дело в жизни? И приятно ли об этом рассказать внукам, друзьям, соседям о том, что, знаете, я... Давай так, смотри. Нет, вопросы все, конечно, более чем насущные, но я так представлю, что ты-то общаешься не в прямом эфире, да, когда тебя миллионы служат при этом ещё, и у тебя не возникает такое двойственное ощущение. С одной стороны, правду сказать, а с другой стороны, как-то немножко, да, чтобы выглядеть в глазах. Я, естественно, на все твои вопросы отвечу «да». Да. Огромное, вот такое величины «да» с восклицательными знаками. И встаю-то я с радостью, и бегу-то я с радостью, и из отпуска я буду скучать в отпуске, во-первых, да, а потом с радостью бегу, чтобы здесь оказаться. Но, когда мы закончим сейчас эфир, да, и если ты мне вновь задашь эти вопросы, может быть, на части них я отвечу как-то иначе. Не знаю. Хорошо. Спасибо за честность. И вся моя работа, она вот сейчас свелась к тому, что когда я вижу вокруг себя людей, которые по какой-то причине с грустными глазами, с потухшими, на профессиональном языке это называют профессиональным выгоранием. То есть когда человек по какой-то причине перестаёт получать удовольствие от работы, на работе начинает больше времени проводить, в социальных сетях, играя в эти странные предустановленные игры на компьютере, которые там есть никому. Шарики там. Шарики, пасьянцы раскладывают, ещё очень любят. Вконтакте, Фейсбуке, популярные очень места проведения времени в интернете. Рабочего причём. Рабочего, конечно, да. В основном рабочего, конечно. Дом-то почему? Дома там есть уже возможность пожить. Вот. Собственно, когда я вижу таких друзей своих, то мне прямо становится так грустно, что я себя последние несколько лет посвящаю тому, чтобы в их глазах загорелось это желание работать от души, чтобы хобби стало работой, чтобы life is blended получилась вот такая форма, когда мы не делим рабочее время от хобби, от семейного времяпрепровождения, от отдыха. И когда даже на отдыхе с друзьями и семьёй ты занимаешься тем же самым. То есть, ну, это какие-то идеи... Фантастика такая, фантастика, да. Вот именно к этой... Идеализируешь ты очень. Абсолютно, да. То есть это мы рассматриваем такой идеальный вариант. Вот. У меня, например, так. Да, но это крайне редкая история, крайне редкая. Но я обнаруживаю себя регулярно там, сидя на балконе с своей семьёй, друзьями, близкими там, где-нибудь на курорте и с видом вот так на море. Не просто на курорте, а давай конкретный какой-то приведи. Ну, давай, хорошо. Вот, ну, я, ладно, ну, хотелось, конечно, похвастаться, что было на хороших курортах, да. Но это вот был конкретный случай в Болгарии. Тоже неплохо, золотые пески. Да, 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 там как раз, да. Там тепло, там яблоки. Вот, вот, на золотых песках. Мы сидим на балконе, и, напротив меня сидит мой предель Андрей, который занимается растаможиванием товара регулярно, причём так достаточно крупные грузы. А рядом сидит его супруга и говорит мне, Паша говорит, ну, посмотри на Андрюха, ну, он же скучает, ну, он же грустит от того, чем он занят. Вот, ну, помоги, ну, ты же знаешь, да, ну, вот, ты же можешь вот, ну, прямо вот увидеть, что там в основе, что его прёт, на самом деле, от чего он удовольствие получает. Ну, давай посмотрим, вот что у Андрюхи. И даже если это мой отпуск, даже если рядом сидит моя супруга, и в коленьках у меня играет моя дочка, я смотрю на Андрюху и говорю, ну, Андрюха, ну, вот скажи, ну, вот от чего ты в детстве-то удовольствие получал? Ну, вот вспоминай. Вот, какие были самые счастливые моменты твоей жизни? Ну, давай попробуем вспомнить, что ты готов делать и приплачивать за это, когда этим занимаешься. Ну, давай посмотрим. Приплачивать. Приплачивать, да, именно такой критерий. И мы начинаем искать так называемый человеческий ресурс, который не требует мотивации, дополнительных подкреплений, там, финансовых или, там, похвалы, или что-то ещё. То, что человек делает по природе своей. Он к этому предрасположен, предназначен. И это некие исходные данные. И он этим занимается с удовольствием, не потому, что сверху пришло это задание, а потому что не может сдержать себя от того, чтобы этим прекратить заниматься. Он постоянно этим занят, вне зависимости от отдыха сейчас или какое-то задание, которое он выполняет. Так вот, собственно, стратегический HR начинается с собственника. То есть первая задача выглядит так. Какова личная миссия у владельца? То есть он, собственно говоря, что хочет? Чем он себя миру транслирует? Через свой продукт, через свою услугу, через себя самого? Кто он... Абсолютно верно. Ты правильно понял. Я тебя прерву. Паша, извини. Сейчас новости послушаем, а потом продолжим. Хорошо. Итак, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Афинам.фм. Тема сегодняшнего эфира «Новая жизнь с нового года. Как найти свое предназначение и что на него влияет?» В гостях Павел Кочкин, эксперт по стратегическому HR-консалтингу. Телефон студии 6510-99,6, код города 495, сайт компании финам.фм. Уважаемые слушатели, можете присоединиться к нашему разговору. Ну и я вновь предоставляю слово Павлу. Собственно, мы начали говорить о том, что такое самый стратегический HR-консалтинг и уже технику некую, да? Павел озвучивает технику. Техника, да. Итак, мы вместе пришли к пониманию, что есть два разных состояния, когда человек полностью включен в работу и занят этим с абсолютным удовольствием и нет необходимости убегать от своей работы, и он полон энергии, сил, глаза горят, и это его желаемое состояние. И другое состояние, в котором руки опускаются, постоянно сомнение, тем ли я занят. И вообще, вот, кстати, Олег, по твоему мнению, как думаешь, почему мы устаем на работе? Ну, я думаю, здесь много причин. Ну, какие-то вот, ну, первые, что было приходить. Ну, какие-то технологические причины. Устаю на работе, много там тяжести нашу, вот устаю. Да, много тяжести, там, не знаю, мало отдыхают, да, или что-то вообще, там, смотрю много на экран, там, да, вот и так далее. На практике можно невероятно себя, не побоюсь этого слова, изнасиловать внешними факторами, да, и быть потным в крови, лежать там, не знаю, упавшим на полу, вот прям вообще без сил, и быть абсолютно счастливым и довольным. То есть усталость, о которой мы говорим физическая, она отличается от той, которая... Очень сильно. От того синдрома вот выгорания и слабости, и малой продуктивности людей в компании, а в первую очередь собственников, ну, и тех, кто к нему близки. Так вот, ответ на этот вопрос очень простой. Мы устаем не потому, что много мешки таскали на себя, а из-за отсутствия смысла. Когда деятельность наша на работе не подкреплена пониманием, ради чего, как это меня развивает, почему мне делать именно это, и что меня ждет завтра, мы очень сильно сливаем энергию на работе, и это состояние, он очень деструктивно для компании. Так вот, для того, чтобы приобрести высочайшую эффективность в команде, мы должны сделать два действия. Первое. Раскрыть тот самый ресурс и человеческий потенциал в каждом конкретном сотруднике, начиная с желания собственника. То есть в моем случае всегда это начинается с собственника, потому что мой основной продукт, вот Паша Кочкин известен как предназначение. Это продукт на конкретного человека, как я уже говорил, на Олега. И уже оттуда чаще всего собственники говорят, Паша, помоги, пожалуйста, в компании. Потому что классические консультанты заходят обычно в середину команды, через HR или откуда-то снизу. И очень сложно, потому что наверху собственник любит зарезать вот эти святые идеи про миссию, видение и так далее. В моем случае мне так вот повезло, каждый раз, когда я бываю на какой-нибудь HR-форуме, они говорят, это к Паше, потому что с собственника начинать, с собственника, вот голова собственника и того человека, который в себе должен разобраться, является основой успешной команды. Ну а чем ты так убеждаешь собственника? Я действительно с тобой согласен, очень много, так сказать, и в этой студии было бесед по поводу тому, как мотивировать, да, как эффективнее сделать работу команды. Ну и вот рассказывают о том, как отдел продаж, как мотивировать отдел, там еще какой-то отдел, а генеральный директор, а генеральный директор к телу не допускает, он уже чем-то мотивирован, видимо. Даже не только генеральный директор, а акционеры. То есть вот самый верхний пласт, вот тех, кто является собственником, кто действительно болеет за результат бизнеса, даже больше зачастую, чем генеральный директор. Так вот, там возникают, ну давай так, вот, сводим еще раз, два вопроса, которые мы решаем. Первый вопрос, это мотивация конкретных людей, включая собственников, акционеров, там, CEO, да, и там, сотрудников. Второй вопрос, это как, если мы вдруг, если вдруг нам удалось, если вдруг Паша молодец и раскрыл потенциал каждого конкретного человека, и у него горят глаза, он готов с радостью заниматься, вот, и он прям вот готов приплачивать за ту деятельность, которую он занимается, если вдруг в компании все начнут так себя вести, что вообще произойдет с компанией? И я очень долго отталкивал от себя просьбы моих друзей, Паша, помоги в компании, говорил, что это опасно. Ведь если все сейчас вдруг раскроют... Ну, страшное дело, я тоже знаю, конечно. Это очень опасно. Разорвет. Сейчас всех разорвет, более того, сейчас они там поймут, что мое дело рыбалка или там футбольная команда, или там, не знаю, и что делать с этим человеком? Все поймут, что наше дело футбольная команда, и давайте в офисе будем гонять футбол. Да, да, да. Вот нормально, нашли свое предназначение. Абсолютно верно, да. И все, и приехали, да. И предназначение B2B, да, не состоялось. Так вот, значит, вот эти две задачи. Первый, раскрыть человеческий потенциал. Второй, не развалить компанию, команду в этот момент и так далее. Ну вот, эти два вопроса, собственно говоря, и решим сейчас, да. То есть, что вообще является предпосылками к решению первого вопроса по раскрытию человеческого потенциала и второго, почему эти люди не развалятся и не разбегутся, да, после того, как они поняли, кто они, зачем они готовы круглосуточно работать, да, в чем действительно их потенциал, в чем их идея и так далее. Итак, первый вопрос. Раскрытие человеческого потенциала. Выяснилось, что есть пять времен предназначения. Есть пять интервалов таких временных, откуда берется ответ на вопрос, что из себя представляет мое призвание, любимое дело, предназначение, где я буду успешно реализован. Можно прям взять сейчас и нашим слушателям, и там, теперь, если хочешь, открыть ладонь и посмотреть на пять пальцев, которые у тебя на руке. Левая, правая, все равно. Берем правую руку, вот, и, да, ладонью открытой смотрим к себе. И вот мизинчик, да, для запоминания. Прям на пальцах рассказываю. Мизинчик. Первый первоисточник, самый такой древний, яркий и красивый, это период дальнего-дальнего прошлого. Совсем дальнего, до рождения. Там лежат предпосылки к тому, кто я, чем я способен заниматься, что мое, что действительно лежит на моем пути и где я могу себя полностью реализовывать. К примеру, у индусов есть вообще понятие каст. Да, и если ты родился в одной из них, то, по большому счету, ты можешь в ней так и остаться всю жизнь. И когда из одной в другую переходит, про это фильмы снимают. И тут лежат наши сказки, религии, идеология и все, что с этим связано. И нас это накрывает волной еще в стадии рождения. То есть мы тут не особо-то выбирали, это было предназначено. И цвет кожи. И если, например, мы росли в буддийском монастыре, где сметали мошечек для того, чтобы их не поранить ногой, то в другом каком-то месте кто-то носил кинжал в волосах и изучал закон око за око, зуб за зуб. И в разных исходных данных появляются разные предназначения. Так вот, этот период самого дальнего прошлого очень сильно влияет на то, кем мы будем дальше. Стопроцентно ли? Нет. Можем ли мы поменять цвет кожи? Конечно, можем. Можем ли мы поменять пол или религию? Мы тоже можем, но это немного противоестественно. То есть это достаточно сложное решение, когда мы отрезаем дерево от корней, пересаживаем и верим в то, что оно выживет и будет называться по-другому, а не так, как было заложено в его свечке. Еще и расцветет. Еще и расцветет, еще и даст плоды. Есть, конечно, шанс. И есть примеры, как люди меняют цвет кожи, пол и так далее. Можно. Но это, в общем, достаточно дорогостоящее, сложное и довольно-таки противоприродное поведение. Итак, это наш мизинчик. Это наш первый такой большой сегмент. Второй сегмент это период от рождения до сегодняшнего дня. Назовем это нашим опытом. Психологи очень любят в этом копаться. В психологии очень красивый вот этот период, когда там папа что-то сказал, мама что-то сказала. Парни во дворе говорили о том, что мы тебя в автобус свой не посадим. Или кто-нибудь там какая-нибудь Машка что-нибудь дала или наоборот не дала, и поэтому сильно промотивировала какое-нибудь конкретное действие. Так вот, это иногда называют корневыми эпизодами, разными событиями, которые на периоде от рождения до сегодняшнего дня очень сильно задали нам мотивирующие и демотивирующие механизмы. Разобравшись с ними, мы получаем агрессивный источник, позволяющий замотивировать или наоборот демотивировать человека. И вот это мы делаем на предназначении. Детально изучаем родовую историю, что там было, какие у нас есть предрасположенности в силу генов и там культуры и так далее. Потом следующий период это история от рождения до сегодняшнего дня. И следующий пальчик, вот берем вот этот в середине, как он у нас правильно называется? Это, наверное... Безымянный вот это, это большой. Нет, это средний, мне кажется. А, средний, средний. Не показывай мне, я сейчас умоляю. Прости, пожалуйста. Ну, я вот его имел в виду, да, но... Это средний, хорошо. Это средний, да. Вот его как раз. Вот этот средний мы можем сейчас... У нас же есть три минутки, да? У нас есть, к сожалению, 30 секунд только, но давай тем не менее. Тогда после этих 30 секунд я дам маленькую практику для наших слушателей, для того, чтобы они, вместо того, чтобы слушать теорию на тему того, как работает вот этот третий... А сейчас я назову, о чем речь. Вот, и так, вот этот вот третий пальчик... Смотри, не успеем все равно, я тебя предупрежу. Вот здесь у нас камера и у нас есть онлайн вещание. Когда будешь вот этим третьим пальчиком практику, не показывай его в камеру. Не показывай в камеру. Я переживу, ладно. Все, хорошо. Зрители, знаешь, могут не так понять. Сейчас прерываемся, рубрика «Вне времени». Потом продолжаем эфир. Ну что ж, друзья, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня в гостях Павел Кочкин, эксперт по стратегическому HR-консалтингу. Ну и говорим мы на тему, как найти свое предназначение, что на это влияет. И уже начали мы, собственно, этот путь, этот поиск. Паш, извини, я на всякий случай напомню еще. Телефон студии 6510-996, код города 495, сайт компании финам.ФМ. Уважаемые слушатели, вы можете к нам присоединиться. Давай. Итак, друзья, мы от теории переходим к практике. Вот попробуем один из пяти сегментов, где мы ищем наше с вами предназначение. Это период «здесь и сейчас». Тот самый средний пальчик, который позволяет нам с вами вернуться в состояние прямо сейчас, прямо здесь и получить ту самую энергию Power of Now. Для того, чтобы ее понять, сейчас вам предстоит очень необычное поведение, если вы привыкли слушать радио и при этом никогда не участвовать в том, что там звучит, то сейчас есть шанс сделать что-то по-другому. И, например, я сейчас выдам инструкции, которые, вот я обращаюсь сейчас к каждому, кто слышит мой голос, к каждому, сделать маленькую практику. Она будет очень ценной и полезной вам по жизни. И мы поймем, что такое присутствие в моменте. Очень быстро и просто. И Олега я тоже приглашаю. Я с удовольствием. С удовольствием. Да? Хорошо. Тогда организуйте себе, пожалуйста, сейчас прямую спину, чтобы вы могли спокойно ровно сидеть. Спокойно ровно сидеть. И вместе со мной сделаем глубокий вдох и выдох. И сейчас совершенно спокойно сложите, пожалуйста, руки на груди. Вот Олег сейчас тоже сложил руки на груди. Итак, каждый, что меня сейчас слышит, каждый, каждый, кто слышит меня, складываем руки на груди. Отвлекитесь от своих дел, оторвитесь взглядом от того, на что вы смотрите и спокойно, ровно сядьте и сложите руки на груди. И посмотрите на руки внимательно. Изучите ваши руки, которые сложены на груди. А теперь опускаем руки вдоль тела, спокойно бросаем и еще раз делаем глубокий вдох. Выдох. И второй раз складываем руки на груди. Складываем и внимательно их изучаем. Мне очень приятно, что те, кто нас слышит, прямо сейчас вместе с нами это делают. Это позволит нам с вами лучше понять свое предназначение. Бросаем руки вдоль тела. Еще раз делаем вдох-выдох. А сейчас сложите руки по-другому. Пробуем. Пробуем. Так. Я сложил по-другому. Хорошо. Хорошо. Поделись, пожалуйста, Олег, как себя чувствуешь, что почувствовал. Итак, друзья, все, кто сейчас сделали эту практику, запоминаем ваши ощущения. Запоминаем ваши ощущения, что означает сделать это по-другому. Поделись, пожалуйста, Олег, как себя сейчас почувствовал, что произошло. Ну смотри, когда я сказал по-другому, соответственно, я сначала инстинктивно попытался их сложить так же, да, потом, значит, напрягся. А как по-другому? Что значит по-другому? Хотя я сейчас понимаю, что по-другому это могло быть. Я мог бы положить их на стол, на коленочки, на лысину себе, все что угодно. А я сделал все. У меня был вот такой хват, условно говоря, а я просто перехватил. То есть у меня левая была сверху, правая. Я сделал наоборот. Спасибо большое. А как себя почувствовал в этот момент? То есть что за ощущение было, когда ты все-таки стал их складывать? Некомфортно было. Некомфортно? Неуютно? Обычно, когда я даю эту практику в большом зале, люди говорят так. Некомфортно, неуютно, странно, сложно. Еще иногда говорят, думать пришлось. Да, напрячься пришлось. Так вот, очень интересный нюанс. Если прямо сейчас наш слушатель находится в состоянии, когда он явно недоволен тем, чем он занят, когда он понимает, что продуктивность его на работе или в его бизнесе не максимальна, когда он понимает, что на самом деле все еще сомнение, тем ли я занят, и в голове вопрос, как найти себя, то если мы каждый день будем складывать руки одинаково, одинаково, то где мы окажемся завтра? Вот так, как нам комфортно, удобно, уютно. Вот, куда мы попадем завтра? Немножко не понял вопрос. Ну вот мы складываем руки одинаково, да, и на работе ведем себя тоже одинаково, да, и все делаем тоже дома так же, как раньше. Комфортно, уютно, и, ну, так, как будто мы вот, как всегда привыкли. Где окажемся завтра? Там же, где и всегда. Там же, где и всегда, абсолютно верно, Мик, да, то есть мы будем там же, то есть если делать то же самое, то будет, ну, вот то же самое будущее. А, я понял, к чему это, то есть нет некого развития, что ли? Конечно, конечно. Ну, подожди, но с другой стороны, мне комфортно, и завтра мне комфортно, и послезавтра мне комфортно, и зачем мне тогда развитие это нужно? Абсолютно не нужно. То есть в том случае, если ты сейчас находишься в состоянии, что ты абсолютно доволен своим предназначением, своей реализацией, зарабатываешь достаточное количество денег, команда работает прям вот все веслами в одну сторону гребут, супер замотивированы, вы лидеры по рынку, вот, и ваше название компании Apple, там, Семка, или кто-нибудь еще там, кто является лидером, вот, супер, наоборот, как раз вы находитесь в том самом, только уверяю, скорее всего, они находятся регулярно в состоянии дискомфорта. Для них только это уже стало нормой, да, постоянное развитие такое. Вот, но это тоже может стать нормой. Так вот, состояние здесь и сейчас предполагает, что мы погружаем себя в определенный уровень дискомфорта. Сознательно это делаем. Сознательно это делаем. То есть, грубо говоря, сейчас на Новый год нашим слушателям... Страшные вещи будешь произносить. Страшные вещи. Я желаю ощущения дискомфорта. Я желаю ощущения того, что надо что-то сделать по-новому. Что именно этот критерий, чтобы именно этот критерий был взят за основу. То есть, если вы сейчас чувствуете себя в абсолютном комфорте, уюте, и вам прям все кажется привычным и обычным, то ваше развитие встало. Надо набраться наглости и смелости на Новый год. Да, это хороший импульс такой. Сделать что-то по-другому. Сложить руки не так. И, пожалуйста, вспоминайте ощущения. Те, кто прямо сейчас складывал руки... Причем, подожди, не просто что-то по-другому, а мы можем говорить именно о каких-то банальных ежедневных вещах. Именно так. Идите на работу другой дорогой. Ходите из кухни в спальню как-нибудь не так, как вы до этого ходили. Начните есть как-нибудь иначе. Или другое что-то. Или другое что-то. Или бросьте что-то есть. Или бросьте что-то есть. Или пить. Я сейчас скажу страшные вещи. Да-да-да, абсолютно верно. То есть, надо начать вести себя как-то иначе. И это позволит нам сместить фокус внимания с того, что мы делали прямо сейчас, что вызывает у нас депрессию, состояние дискомфорта и ощущение сложности в том, что я делаю, и перевести себя в состояние комфорта. И перевести себя медленно, но верно вот в это вот ощущение, когда мы понимаем, что развиваемся, и это для нас станет новой нормой. Вот это вот ощущение, которое мы получили при складывании рук по-другому. Постоянное пребывание в состоянии вот этого умеренного дискомфорта, оно просто необходимо. Я желаю на Новый год нашим слушателям наглости и смелости идти в дискомфорт, делать что-то по-другому, иначе. Искать свое предназначение, искать дело жизни. Пускай это будет страшно, пускай будет больше вопросов и ответов. Пускай ко мне приходят, я помогу. Пускай кому-то еще, в кого они верят, в астрологов, торологов и так далее. Найдут такое дело, ресурсное состояние, в котором они получают так называемые outstanding results, которые прям превосходные. Невозможно создать что-то очень сильное, красивое, успешное и полноценно отдаваться этому делу, если он тебе не нравится. Сложно представить себе гения, который занимается чем-то выдающимся, а на самом деле его подташнивает немножко от этого. Это похоже примерно так, такое простое сравнение, на концертный рояль, который накрыли белой скатертью и используют как банкетный стол. Ужас какой. Да, и вот очень часто люди так себя чувствуют. Паш, подожди, смотри. Нет парадокса здесь. С одной стороны мы говорим, что человек должен искать для себя нечто, ну будь это дело жизни, там еще какие-то вещи, обстоятельства, связанные с взаимоотношениями в округе, что должно приносить удовольствие, удовлетворять, должно быть комфортно. Вот давай этим термином. Так, так. У меня сейчас это состояние есть. Да. И ты в то же самое время говоришь, откажись от комфорта, сделай так, чтобы было дискомфортно. Правильно. Это не парадокс? Это в твоем случае. Есть у меня просто предположение, что тебе действительно нравится то, что ты делаешь. И общаться с интересными людьми напротив, и приходить на радио, разговаривать. По всей видимости, это то, к чему ты предрасположен, делаешь это с огромным удовольствием. Ну вот. И тем не менее, ты мне пожелал сейчас на Новый год, значит, руки по-другому сложить. Абсолютно верно. Зачем? Предложение такое. Помечтать, создать какую-то перспективу, в которой ты чувствуешь себя еще более наполненным, в которой ты реализуешь себя еще сильнее. В твоем случае назовем это увеличением интенсивности. Потрогать то ощущение, при котором твоя мощность намного больше. Есть у меня предположение, что то, как ты себя сейчас ведешь, это не предел твоей реализации. Она может быть больше. Да, возможно, через дискомфорт. И надо набраться смелости туда, где страшно, взять на вооружение ощущение страха. Если немножко страшно или не немножко, если есть дискомфорт от мысли об этом, есть предположение, что там лежит что-то ценное для тебя. Смотри еще, я понял тебя. Смотри еще, какая вдруг неожиданная мысль мне пришла. К пальчикам возвращаемся, да? Да, так. Значит, безымянный у нас. За что отвечал? Безымянный за момент рождения. Опыт, опыт, да. Опыт. Представь человека, который сейчас нас слушает и, собственно, с тобой согласен и готов Новый год встретить неожиданно. Но он обладает опытом, ну, давай, 0,30, например, или 0,25. Так. Небольшой опыт, но ему 25, а другой кто-то, не буду показывать пальцами, имеет несколько больший опыт. Так. И он подумает так, ну, боже мой, ну, все так классно. Я вот согласен с ним абсолютно. Но с другой стороны, ну, че, мне уже, слава богу, ну, какие могут быть еще вот эти вот поиски? Прекрасно, прекрасный акцент. Итак, тогда мы перейдем немножко в будущее. Допустим, он очень взрослый. Допустим, ему, там, не знаю, 60, там, 70, или, не знаю, ну, взрослый человек, да? Вот этот, давай, следующий пальчик, указательный. Указательный пальчик, который нам подскажет про предназначение. Это палец, который указывает, указывает. И он говорит про следующий период временной, с текущего момента до даты смерти. Да, то есть это вот такое ближайшее будущее, назовем его. Вот прямо у нас там, оптимистично предполагая, лет там, ну, сколько там еще, 40, там, вот плюс-минус. Вспоминайте, когда умерли бабушки и дедушки, да? То есть вот там есть какой-то остаток такой. Ну, то есть ориентир есть все-таки. Ну, какой-то ориентирчик, да. Вот там сколько-то осталось. Дальше надо задать себе следующий вопрос. Чтобы быть опять более замотивированным, с горящими глазами, да, и чтобы появились силы, надо задать себе вопрос. Не сделав это, моя жизнь прожита зря. Вот что я должен сделать за жизнь? Чтобы моя жизнь была не зря прожита. И если этот ответ есть и реализован, то, поздравляю, мы находимся в состоянии супер такой реализации полной, и можно расслабиться. Но если есть позиция, что не сделав это, моя жизнь прожита зря, и они лежат на этом периоде с сегодняшнего дня по дату смерти, то имеет смысл посмотреть, делаю ли я на сегодняшний день максимум из того, что... Абсолютно с тобой согласен. Это и мотивированный, причем так именно стратегически. Но под это-то что подразумевается под это? Банально посадить дерево, построить дом, родить сына? Что такое это? Сделал я это или не сделал я это? Это и есть вопрос, который надо задавать себе. Я обычно рекомендую делать его на кладбище. В Гарварде нас научили такому понятию, как кейс-стадис, обучение на примерах. Приходишь на кладбище, там лежат кейсы. Наглядные примеры того, как огромное количество людей реализовали свою жизнь. Браво, браво. Да, идешь гуляешь по кладбищу, там есть фамилия, имя, отчество, крупными буквами обычно написано. Года жизни. Дата рождения, вот, дата смерти указана. И иногда бывает еще надпись на камне какая-нибудь, да, иногда нет. Но она стандартная, какой-нибудь эпитафия или там... Всяко-разно бывает, да, кому-то там что-то пишут специально, иногда что-то стандартное. Так вот, гуляя по кладбищу, можно посмотреть, понять, ваш памятник практически полностью уже описан. Есть фамилия, имя, отчество, есть дата рождения, тире. Дата смерти можем указать плюс-минус очень, там вот, ну, первые цифры уж точно понятны. Да, там осталось буквально вот, ну, там, несколько цифр в конце написать. И вот эту надпись на памятнике тоже можно себе представить, какая она будет в моем случае. Да, и кто будет на кладбище и так далее. И вот это и есть тот самый указательный палец, переходящий в большой палец. Что останется после меня? Мы закрываем нашу ладошку, что останется после меня? Доволен ли я в состоянии здесь и сейчас тем, что останется после меня? Что про меня будут рассказывать внуки? Как я сейчас, например, вспоминаю своих стариков, да, и что про меня будут рассказывать внуки. Паш, ну, прерву тебя, извини уж. Прекрасно, да, мы как раз раскрыли основные... Сейчас еще раз новости послушаем, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжим. Совсем мало времени. Павел Кочкин, эксперт по стратегическому АЧАР-консалтингу. Как найти свое предназначение, что на него влияет? Вот это быстренько я произнес, и дальше слушаем Павла. Итак, у нас с вами Новый год. Я вам сейчас выдам шесть пунктов подряд, которые проходят сейчас мои ученики. Я наблюдаю их прям кейс за кейсами. Когда, начиная с этой состояния депрессии и полного выгорания, можно добраться до состояния огромной энергии, пульсирующей и так называемого нелимитированного ресурса. И разные учителя, хорошие у меня всегда были, которые заставляли меня быть на этом пике энергии. Например, однажды Далай-Лам подарил великолепный жест, показав невероятный уровень осознанности. Я-то думал, что уже и так там на пике. И тут наблюдал, как мне наглядно показывают, что можно быть намного дальше. Однажды мы были у него в гостях, и я наблюдал журналистов, которые ему задают вопросы. А самому мне было интересно не его политическая основа того, что с ним происходит, а состояние. Как-то вот говорят, прямая передача есть, можно считать у человека. И в этот момент, сидя с ним рядом, я обнаружил, что ему задают вопросы, он на них очень внимательно отвечает и при этом сохраняет тотальную осознанность, в том числе и к телу. Вот мы проходили сейчас наш третий пальчик, удерживать все пять пальцев в моменте, то есть схлопнуть все свое будущее и прошлое, и дальнее, и дальнее прошлое, и дальнее будущее, все схлопнуть в моменте. Вот наше искусство, которым предстоит нам овладеть на Новый год. Так вот, на примере с Далай-Ламой, как он это делал, как было сконцентрировано все прошлое и будущее в текущем моменте, его уровень осознанности, я вам покажу вот такой простой жест. К сожалению, аудиослушатели и те, кто у нас по радио сейчас слышит, не увидят этот жест, но посмотрите потом в прямом эфире на Финам.фм на сайте. Да, в архиве будет онлайн вещание. В архиве онлайн вещание, можете посмотреть, красивый жест подарил мне Далай-Лама. Я сидел прямо напротив, на первом ряду, и наблюдал, что все время, пока он отвечает на вопросы, он делает вот так. Вот прям попробует, мне кажется, классный такой момент. Это два пальчика у тебя, да? Это два пальчика, вот, с двумя другими, вот так по очереди, и прямо получается такая дорожка красивая. Вот он вот так вот делает. При этом не теряя осознанности, вот два пальца вот так. Я не могу разобраться. А, вот. Я тоже заморочился, ага, и прям стал за ним повторять. Думаю, ух, как интересно, что он делает. Да, так, так. Ну вот мне удалось повторить этот жест. Ладно, ладно, я потренируюсь. Да, вот мы это на камеру. Значит, друзья, все на сайт Финам.фм, найдите там видеоролик, увидите. Указательный и большой палец. Указательный и большой палец. Вместе работают друг с другом, две руки, вот, очень красиво, очень красивый жест. Вот, забран у Далай-Ламы прям лично. Вот, я когда заметил и освоил этот жест, стал повторять вот так за ним, вот, он мне посмотрел и стал вот так делать. Продолжая отвечать на вопросы. Продолжая отвечать на вопросы. И сохраняя при этом внимание к журналистам, и со мной общался в этот момент вот с телом, да, я смотрел и был в шоке от того, что он там вытворил. Ну, то есть у него как-то это... Все было сконцентрировано в моменте. И это инструкция сейчас, друзья, наши слушатели, на Новый год. Если вы мечтаете найти себе дело жизни, найти себе состояние, в котором вы зарабатываете такое количество денег, что конкуренты просто говорят вам два раза ку, с ним невозможно спротивляться, это его. Ну, тут ему надо только помогать, потому что он это делает от души, от сердца. И конкурировать мы не можем. Конкурировать совершенно бесполезно. Даже можем, но это глупо. То есть это его, он будет этим заниматься вне зависимости ни от чего. То есть когда вы попадаете в это состояние, то это все те самые стратегии Глубого океана. Это компании, лидирующие по рынку. Я сейчас считаю, что это вообще самая основная первопричина с учетом своего психологического бизнес-образования, да, неоднократного. То есть у меня есть Executive MBA, Гарвард за плечами, да, огромное количество собственных компаний. И все это вместе, ну, мог бы преподавать, да, там, в бизнес-школе чего-нибудь обычного из-развяда системы менеджмента качества, да, или там какой-нибудь проектное управление. Во все это верю. Но, на мой взгляд, в основе стоит вот это состояние, в котором я тотально соединен с собой и отрабатываю свое предназначение. То, к чему я действительно предрасположен. Это ответ на вопрос, почему есть компании суперуспешные, в них люди выстреливают прямо вот в космос, а есть компании посредственные, которые отрабатывают свои навыки выживания. Так вот, на Новый год инструкции, которые я успею сейчас дать нашим слушателям, которые они могут воплощать сами. Это маршрут, который прошли ученики, и сейчас он кристаллизовался достаточно хорошо за последние несколько лет. Что надо делать для того, чтобы вы смогли прийти в это состояние тотальной соединенности с собой, энергичности и лидера по рынку? Как по бизнесу, так и персонально. Итак, шаг первый. Надо начать делать что-нибудь по-другому. То есть, если вы сейчас недовольны своим состоянием, да, вот не так, как коллег, которые говорят, Паша, зачем мне, я и так себя прекрасно чувствую. Вот, допустим, вы вот, ну не в том состоянии, как коллег сейчас, допустим, вы с трудом встаете утром, вот, и иногда там все-таки на работе почему-то заходите в социальные сети вместо того, чтобы заниматься делами. С удовольствием заниматься делами. Да, да, вот, и выходные для вас подарок, да, и ваш отпуск, это тоже хорошо, и вы мечтаете о нем регулярно. Вот, предположим, что вы в эту категорию случайно попали, надо оттуда выбираться. Итак, первое, надо начать делать что-то по-другому. То есть, навык делания, это основной навык, который отличает людей, которые умны и при этом постоянно заняты какой-то ерундой, вместо того, чтобы себя реализовывать. Надо начать делать что-либо по-другому. То есть, только на этот навык можно накладывать дальше следующие действия. То есть, если вы все время делаете абсолютно одинаково, только умничаете на тему того, что я понял, как мне надо себя вести, это не приводит к горящим глазам. То есть, надо, например, сегодня начать каждое утро пить стакан воды после того, как проснулся. Все, до этого так не делал, теперь начинаю так делать. Все, да, вот это, ну, любое изменение в регулярной деятельности, оно будет двигать вас вперед. Это шаг номер один. Второе, должно появиться туманное предположение. Предположение, значит, без иллюзий никогда не появляется сразу раскрытие этого потенциала тотально кристально чистым. То есть, грубо говоря, сразу сказать, так, я должен быть клоуном в цирке, или я должен быть, там, не знаю, мой бизнес, следующие ниши, это самолеты, а конкретно бизнес авиации, что-нибудь еще. А до этого был клоуном в цирке. Да, до этого был клоуном в цирке, например, да. Ну, кстати, в кейсе выглядит именно так, там, допустим, Сережа Князев, там, торгую паркетом, да, и с кредиток плачу в ресторане, потому что дешевле, потому что если кэшем снимать, то минус 3%, да. Вот, и после этого, да, там, вот сейчас, да, там, покупает себе квартиру, уже купил квартиру на Арбате, ездит на новой машине, привозит полтора миллиона стрейнгов по тантре. Кто бы мог подумать, ездит по всему миру, да, там, общается с самыми лучшими учителями в миру, да, и приносит, и чувственность раскрывает между мужчинами и женщинами. Вот, а занимался торговлей паркетом. Неплохо, кстати, занимался в финансовом, ну, смысле, то есть мог себе позволить, ну, квартиру, вот, ну, там, снимать где-то вот на Садовом кольце и приехал из маленького города. Вот, но вот такие кардинальные изменения, чтобы стать миллионером, чтобы стать вот прям воодушевленным собственным делом, вот, они делаются все-таки через вот это вот, через предназначение. Итак, первое, делать что-либо по-другому. Второе, появляется туманная мечта. Туманная мечта, это как раз те самые пять пальцев, которые мы изучали. Это надо проработать, да, полноценно, изучить свое, там, дальнее прошлое, опыт, отследить тело, свое состояние в моменте, что меня заряжает, где я сливаю, прорисовать перспективы ближайшего будущего и по кладбищу погулять, посмотреть, что после меня останется. Это можно делать с помощью астрологов, торологов, в кого вы верите, там, не знаю, психологов, вот, или ко мне прийти на предназначение, да, мы там, там, два с половиной дня интенсивно только в этом направлении работаем. И вот этот туман дает нам маяк, дает нам конкретный ориентир, куда мы будем двигаться дальше. Маяк надо поискать представленным в нашем с вами мире. То есть, если вам, например, показалась идея радиоведущего, интересная идея, надо найти тех людей, которые прямо сейчас ваше предназначение неплохо реализуют. Кумиров или представителей той темы, в которую вы хотите вклиниться. Хотите ли вы стать режиссером или, там, не знаю, кем-то еще. Задача выглядит так. Прийти к ним под любым предлогом и хоть в подмастере, хоть пиво подносить, хоть, там, я не знаю, полы вытирать, хоть пойти в ученики или заплатить за их какой-нибудь самый дорогой курс, там, или как-нибудь еще, надо попасть ближе к телу и увидеть, и у них забрать так называемую рутину. Рутина. Следующий, четвертый шаг — это рутина. Классические истории. Я хочу стать космонавтом. Всегда оставляют за кадром обратную сторону успеха. И тот музыкант, который срывает лавры в момент, когда он стоит на сцене, и в него летят мокрые трусики, да, и фотографии там со всех сторон падают, там, не знаю, у него эти, он на них подскальзывается. Ну, короче, в общем, да, такой момент, такой прекрасный, эйфорийный. Он, к сожалению, две минуты из его жизни, да, или там, десять минут. Всего лишь. Да, десять минут. Все остальное время человек, который выбрал этот путь, на гитаре, в подвале играл, там, не знаю, резал струны с пьяным барабанщиком, а потом ему тысячу раз отказывали продюсеры. Так вот, надо согласиться с этой рутиной. Взять на себя ту рутину, которая позволит реализовывать предназначение. Следующий шаг — это состыковка с реальностью. С моей стороны, я всем ученикам жестко запрещаю убивать дойную корову. Нельзя сегодня уволиться с работы и завтра свое предназначение реализовывать. Это ударит по базовым потребностям. Не на что будет жить и так далее. Мы действуем через понятие микрозадач, медленного вкрапления каждый день новых инструментов. Дальше есть короткие шаги. Надо почиститься, чтобы вошло что-то новое. То есть можно удалить часть друзей из ваших социальных сетей, из телефона. Выкинуть лишние бумаги на столе, почистить ваш компьютер и так далее, чтобы туда могло войти что-то новое. Следующий великолепный шаг — доучиться. Учеба проистекает очень хорошо и очень красиво в этом направлении. То есть если вы выбрали дело жизни, и оно вас действительно зажигает, и вы сделали это качественно, то вы учитесь с огромной скоростью. И не стыдно за ближайший год или два кардинально сменить профессию или направление, в котором вы работали. Полноценно можно. И сейчас я на кейсах наблюдаю своих учеников, которые кардинально вообще меняют дело и становятся экспертами в своей области в течение года-двух. Дальше. Надо полностью принять рутину, согласиться с ней тотально. И заканчивается это все здоровьем и энергией, которая должна на это хватить. Итак, друзья, я вам искренне желаю наглости, начать делать что-либо по-другому, найти свой туманный маяк, куда вы будете двигаться, и в новом году набраться смелости и двигаться дальше. Браво, браво. Я присоединюсь, если позволишь, присоседюсь. Павел Кочкин, эксперт по трагическому HR консалтингу, сегодня был у меня в гостях. Спасибо огромное. Вадим, который дозвонился, я, к сожалению, не смог с вами пообщаться, потому что просто жалко было Павла перебивать. Спасибо всем за внимание, с наступающим, всего хорошего. С наступающим.